Это новости на канале Антенны 7. Здравствуйте! И сейчас о главных событиях сегодня в Омске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утренний туман сегодня в Омске нарушил работу аэропорта. Вот уже на 10 часов задерживается вылет самолета-аэрофлота в Шереметьево. Также из-за плохой видимости Омский аэровокзал не смог принять два рейса, летевших из Москвы. Оба воздушных судна направили на посадку в другие города. Самолет уральских авиалиний полетел в аэропорт Екатеринбурга. А пока ждал команды, как показывает сайт Flightradar, сделал над Омском 20 кругов. А борт аэрофлота приняли в Новосибирском Толмачево. В середине дня, когда погода в Омске прояснилась, самолет все-таки вылетели в наш город и успешно приземлились. У одного рейса задержка составила 5 часов, а судно уральских авиалиний задержалось в итоге на 10. Жители Омской области стали реже погибать от туберкулеза. Смертность в регионе за прошлый год упала почти на 30%, сообщили в областном Министерстве здравоохранения. По информации ведомства, еще в 2016-м случаев с летальным исходом было 10 на 100 тысяч человек. Теперь 7. Достичь этого результата делиться в Минздраве удалось благодаря выполнению комплекса мер для исполнения майских указов президента. Тем временем, бывший главврач противотуберкулезного диспансера Омска считает сегодняшние показатели смертности результатом работы, начатой как минимум 10 лет назад. Если мы сегодня начинаем с туберкулезом работать, то мы себе должны ясно представлять, что те мероприятия, тот план мероприятий, который мы планируем осуществить, будет давать эффект примерно лет через 10. Были приобретены лаборатории, и бактериологическая лаборатория, центральная была совершенствована, и лаборатории были поставлены в сельские районы области, поликлиники городские. Это и медикаменты, которые мы получали не только по федеральной программе целевой, но и также по областной целевой программе и программе, связанной с Всемирной организацией здравоохранения, немецкая организация ГТЦ, тогда финансировала данный проект. Работа с УФСИНом, это работа с домами-интернатами, это работа с социальными обездоленными, это приобретение передвижной флюоротехники на базе машин повышенной проходимости для обследования людей в труднодоступных, тяжелых районах, где нет дорог. В эту субботу будет день борьбы с туберкулезом, а сегодня специалисты смогли пообщаться с противниками флюорографии и проба МАНТУ. Полина Горяченкова считает МАНТУ и флюорографию методами опасными. После пробы МАНТУ ее ребенок температурил 3 дня. Оказалась аллергия. Теперь она не разрешает делать ребенку МАНТУ, пробу на туберкулез. Без проверки на опасное заболевание ее ребенок не может посещать школу. Почему мокроту не используются, никто не может, к сожалению, объяснить. Либо мочу. Для маленьких деток кровь брать из вены очень травматично, потому что венки очень маленькие, слабенькие, поэтому хотелось бы, чтобы, возможно, кровь из пальца вели. Вот такие методы диагностики. Я считаю, вот это альтернативные, чтобы, конечно, они были для нас безопасны и бесплатны. Это самые главные два пункта. Теперь Полина требует найти альтернативные способы диагностики туберкулеза. Петицию, которую она придумала, подписало 5000 россиян. В этом зале ее тоже поддерживают. Все ее соратники что-то читали, сравнивали и пришли к выводу о вреде пробы. В химический состав ампул входят вещества, которые якобы приводят к бесплодию и раку. Но это миф, говорят специалисты. Очень крупные, очень уважаемые организации, институты на всем земном шаре занимаются этими вопросами, в том числе изучением побочных эффектов. Поэтому говорить о том... Но они не имеют клинической значимости, чтобы говорить о том, что вот он есть этот эффект, и поэтому мы не будем, мы запрещаем ставить ту или иную пробу, вакцину и так далее. То есть если он вызывает онкологию или институты, это не повод? Да нет, ну совершенно, послушайте, нет таких данных, доказывающих, что эти препараты, туберкулин, вызывают развитие тех или иных заболеваний. Запрещать пробы из-за аллергии непродуктивно, считают доктора. Побочные эффекты можно снять противоаллергенами. Кроме того, для тех, кто предрасположен к аллергическим реакциям, существует специальный тест. Детей в настоящее время, страдающих аллергиями, становится все больше. Вот у этих детей может быть гипераллергическая реакция. И для этого сегодня разработан был детский тест. Почему? Что он у детей с аллергической пробой, у страдающих аллергиями, показывает более точную реакцию. У меня у самого внучка, да? Как же я должен своей внучке, если больше детей любишь. Вот на одной руке манту стоит, блямба, да? А на второй детский тест он нормальный. Для меня это хорошо, что я знаю, что она аллергик. Посещать учебные учреждения без справки от фтизиатра нельзя, говорят специалисты. Это законное требование санитарных норм. Несмотря на снижение заболеваемости, уровень опасности заражения высок. На 100 тысяч здоровых горожан приходится 76 больных туберкулезом. Николай Евенко, Максим Мартынов, Антенна-7. На этой неделе истекает срок масштабной проверки молочной продукции. Она проводится сразу двумя ведомствами по заданию правительства страны. Образцы молока, сливочного масла и творога закупают и исследуют Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Отдельно фальсификат находят эксперты. Это свежие кадры из крупного супермаркета от Александра Брашко. Он возглавляет Ассоциацию переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции. Эксперт оценил качество сливочного масла. Коментальный из данного продукта заключается в том, что возьмите любую пачку, она прожимается. Совершенно не держит форму. Абсолютно все. В принципе, вам могут, конечно, объяснить, что масло сливочное изготовлено по специальной мягкой технологии. Но не верьте. В 99% случаев это обман. Постерегайтесь по делу. А в Омске инспекторы обнаружили подделку в каждом третьем закупленном продукте. Чаще всего растительное сырье добавляют в масло и сыры. Руководитель управления Роспотребнадзора назвал в числе нарушителей Азовский, Кормиловский, Петровский молочные заводы, Калачинский молочный комбинат и Калачинский маслозавод. Власти пригрозили разбирательством. Здесь надо нам усиливать совместную работу. Я бы хотел к правоохранительным органам обратиться. Давайте посмотрим факты. Есть факт фальсификата. Попытка угрозы жизни ребенка, угрозы жизни человека. Давайте рассматривать эти варианты, подходить более строго к этому. Сегодня омичи устроили флэшмоб с голубыми лентами. Так горожане отметили Всемирный день водных ресурсов. На площади перед экспоцентром собрались несколько сотен человек, чтобы станцевать. Ксения Бессараб к ним присоединилась. До флэшмоба осталось буквально пять минут. Сейчас участники разогреваются и ровно в четыре часа начнутся массовые танцы. Танцуют не только в Омске, но и в 30 других регионах России. Еще пять лет назад Дарья Шамрай и подумать не могла, что ее идея примет такой масштаб. Флэшмоб в голубых нарядах она придумала на всероссийский конкурс по охране воды, который проходил в Москве. При мозговом штурме просто так получилось, так сложилось и все. То есть ты сидела такая и думаешь, сейчас я придумываю флэшмоб. Ну, практически у нас был конкурс на мини-проекты и просто вот такая идея пришла в голову. И мы поняли, что это может вырасти у вас что-то большее. И выросла. Водный флэшмоб теперь имеет статус всероссийского. А в Омской области он проходит еще в 20 муниципальных районах. Танцевать сбегают со все, от мала до велика. Вот только не каждый понимает важную роль действа. Каким образом вот этот праздник поможет воду спасти? Я не знаю. Ответ на вопрос нашла студентка Вера. Считает, все это здесь не зря. Люди заинтересуются, потом откликнутся на это и думаем сам помогать. А вы вообще бережете воду? Да, конечно. По-лишнему не тратим. Использовать рационально, не тратить лишнего, не загрязнять. Вода – самое важное вещество на планете. И помнить об этом нужно не только во время флэшмоба. Безусловно, это запомнится и останется надолго. И в сердцах, и в голове, конечно, безусловно. Они приносят пользу свою. Просветительская роль таких акций велика. Вот их должно быть как можно больше. А потом каждый участник, и он ведь расскажет и тем, кто здесь не был об этом, будет просто бережно относиться к природе, к водоемам нашим. Поэтому эффект таких акций большой и длительный. Начинаем? Ну, а теперь поехали! Танцевали всего лишь 10 минут. Простые движения, два притопа, три прихлопа. А после всем участникам раздали символ акции – голубые ленты. Синяя Бесраб, Сергей Гаврилов, Антенна Син. Идем далее. А мечам в Крывеческом музее предлагают заглянуть в глаза. Кошачьи, птичьи, змеиные, человеческие. У кого самое уникальное зрение? И почему одни и те же предметы люди видят не одинаково? Ксения Бесраб теперь знает. Орел способен разглядеть свою жертву с расстояния 3 километра. И даже цветовые оттенки птица различает гораздо отчетливее человека. Самых зрячих куратор выставки Татьяна Кошелева поселила на отдельный остров в центре комнаты. Этих хищных птиц природа наделила уникальным зрением. Если орел пикирует там с расстояния нескольких сот метров на жертву, промахнуться ему никак нельзя. Тогда может беда случиться. Поэтому зрение действительно уникальное. Ну и даже цифрами это подтверждается. Потому что, например, фоторецепторов на сетчатке, на одном миллиметре квадратном сетчатке орла, один миллион, предположим, там, колбочек. А у человека 200 тысяч, то есть в пять раз меньше. Природная зоркость любого существа зависит от его ритма жизни и условий. Так, земляным жителям или некоторым моллюскам этот орган чувств попросту ни к чему. А человеческий глаз способен воспринимать только три цвета – зеленый, синий и красный. Остальные оттенки всего лишь их производные. Каждый человек видит предметы по-своему. Лидия Шипицына взглядела стереограмму – цветную досточку с узорами. Я в этой оптической иллюзии увидела птичку соловья. Это мое видение. Удивились тому, что… Конечно, удивилась. Потому что те, кто смотрит также на такие стенограммы, они видят совершенно разные картинки. И, конечно, по-разному воспринимают то, что им удалось узреть. Биолог Татьяна Кошелева решила сделать эту выставку многогранной. Не только рассказать о зрении, но и дать возможность проверить свое. Так, какой глаз ведущий, а какой ведомый, определяет Галина Ворончагина. Если закрывая один глаз, мы, если видим картинку, то это ведущий глаз. Если мы картинку закрываем глаз и не видим картинку, то это ведомый глаз. Конечно, было очень интересно узнать, потому что у многих разнятся мнения. У кого-то ведущий глаз правый, у кого-то ведущий глаз левый, но у меня ведущий глаз правый. Зрение человека и зрение животных. Но экспонаты здесь не просто постоять. Создатель экспозиции видит в ней особую цель – показать важность глаз для жизни. Эксперты считают, что мы видим мозгом, а глаза просто передают ему информацию. Это тест Джона Струппа. На экране написаны названия цветов, хотя сами эти слова окрашены в другой цвет. На самом деле это очень сложно заставить себя не читать слова, а называть их цвет. Нет. Зеленый, красный, оранжевый. Различать цвета дано не всем животным. Насекомые, например, дальтоники. Красный цвет они не видят вообще. Именно поэтому растения, которым нужно опыление пчел, цветут розовым, оранжевым, бордовым, но только не красным. Актеры-кукольники отметили свой профессиональный праздник. Артисты театра «Орликин» не получали подарки, а дарили их. Юным зрителям раскрыли секрет, как владеть куклой, и показали спектакль. Еще недавно они сами делали первые шаги. Теперь дети выгуливают театральных кукол. Чтобы понять, в чем разница между простой и театральной куклой, хватает нескольких минут. «Сможешь выйти прямо сейчас на сцену?» «Нет». «Почему?» «Надо как-то не рваться еще». «Надо учиться, да?» «Почему выбрала вот эту куклу?» «Потому что она очень красивая». «И сказка знакомая». «Как ты думаешь, актерам на сцене трудно играть?» «Я думаю, трудно. Там текст надо, учить эмоции все. Ну, я бы хотела быть актрисой». Чтобы стать актером-кукольником, нужно долго тренироваться. В этом точно можно убедиться на примере Геннадия Власова. Легенда омской сцены уже полвека оживляет кукол и до сих пор считает, что совершенству нет предела. Поэтому перед каждым спектаклем Геннадий Викторович настраивается на каждую роль. Сегодня у него их четыре. «А это сапожник, которого мышка». «Он грозится». Четыре персонажа в одном спектакле кажутся пределом только для обывателя. Актер-кукольник обязан быть универсальным. Важно не только рассказать историю поставленным голосом, но и удержать куклу. По театральной традиции маститые артисты до сих пор обучают молодых. Освоить кукольное мастерство через университет почти невозможно. Когда я начинал, у меня нет вообще образования кукольника. Начинал я учеником актера. Тогда это было принято. А сейчас, после института, конечно, приходят молодые, они мало чего умеют. Но, конечно, приходится наставничеством заниматься, помогать. Всемирный день кукольника празднуется 18-й год. В этот праздник артисты не принимают подарки, но дарят их. Сказку «Кот в сапогах» в Орликине специально сыграли без антракта. Пауз на хорошее настроение в праздничный день решили не делать. Актеров это никак не шокирует и никак не удивляет. Непосредственный контакт. Актеры же тоже очень много получают в таких встречах. Реакция непосредственная, живая, сиюминутная и вот прямо рядышком. Поэтому я думаю, что очень хорошо это. Они любят общение с детьми. Смех в зале не прекращался почти весь спектакль. Николай Явенко, Сергей Гаврилов, Антенна 7. То ли воспрянуть духом и встать на защиту земли, то ли бежать, прятаться и молиться. Два совершенно разные выхода из непростых ситуаций предлагают зрителям в кино. Что посмотреть в этот киночетверг, знает Денис Ионос. Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Все это произошло еще пять лет назад, в 2013, когда на экраны вышла первая часть фильма. Однако война только начинается во второй части. Сегодня никто не сможет остановить апокалипсис. Кроме нас. Неважно откуда вы и кем были раньше. Именно нам выпал шанс изменить историю. Пришло время нового поколения отстаивать свое право на землю. Новый режиссер, новые актеры. И, судя по трейлеру, зрелищный блокбастер. Папа? Это уже не война, а жестокие игры незнакомцев. По сюжету, американская семья отправляется в путешествие. Навестите родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках. Цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни. Оригинальный фильм «Незнакомцы» вышел в кино 10 лет назад. Как обещают создатели, в новой его версии будет много отсылок к ставшим уже классикой фильмам ужасов. Денис Ионас, Антенна 7. Бронза в состязании профессионалов и серебро в споре любителей. Омские стронгмены проявили характер и показали отличные результаты в 30-м юбилейном турнире на призы Арнольда Шварценеггера, который проходил в США. Как достигались новые успехи, узнал Владимир Истомин. Насыщенная разминка с гирями, серия заданий главного тренера нашей команды Василия Грищенко. Тяга штанги, подъем гантели, правильные нагрузки, разные снаряды, передовые упражнения. Мощная силовая подготовка, стержень в успехах наших стронгменов. А мячи отлично выступили в атлетическом блоке программы Арнольд Классик. Лидер нашей команды Михаил Шевляков поднял 426 кило в становой тяги. В споре профессионалов Евгений Марков выступал в категории любителей. Отличился в подъеме специальной трудно ложащейся на плечо 95-килограммовой гантели. Сделал 9 подъемов за одну минуту. Подстроился максимально идеально благодаря Василию Грищенко. Он помог определить баланс этой гантели и максимально выстрелить, ну и получить максимальное количество повторений. Развить успех помешали мелкие нюансы. По словам Василия Грищенко, Михаил Шевляков показал отличные результаты. Серебро в подъеме природного камня, третье место в метании мешков с песком. На финише на выступление Михаила сказалась недавняя операция на плече. Спортсмен отказался от выступления в упражнении ось Аполлона, но основные соперники тоже не справились с заданием. Решающим моментом стало выступление в тяге. Рекорд в тяге 426 килограмм. Вы видели все это. Поборолся очень мужественно. Многие переживают, что там кровь и так далее. Но это, скажем так, давление и капилляры близко расположены. Из этого пошла кровь. То есть была борьба. Была борьба именно на пределах. Это понятно. Потому что тяга становая решала все. То есть не потянул бы Михаил, может быть и не было бы третьего места. Потянул третье место у нас. Это круто. Евгению Маркову немного не хватило скорости. Спортсмен успешно выступил во всех упражнениях. Выиграл у соперника в силовом блоке. Буквально перед стартом организаторы увеличили число темповых упражнений. И Евгений немного уступил основному сопернику в эстафетах. Второй год кряду завоевал серебряную награду. Вернувшись в Россию, Евгений на кураже установил новый рекорд страны в поднятии камней Атласа. В течение двух минут наш силач толкнул с 10 шаров весом от 120 до 221 килограмма. Набрав в сумме 1638 кило, этот результат близок к мировому достижению. Ко мне прогресс пошел хорошо очень до прошлого года. Я прогрессировал немало, как бы сказать, а почти шел на мировой рекорд. Думаю, в этом году постараюсь его установить, побить этот мировой рекорд американцам. Еще Евгений пообещал выиграть следующий турнир на призы Шварценеггера. Мечтами о главном состязании сильнейших стронгов планеты живет и Лейла Амербекян. Чемпионка России завоевала путевку на Арнольд Классик. В США они выдали визу спортсменке. Лейла болела за наших атлетов во время трансляции. По словам Мишки, у нее появилась дополнительная мотивация. На тренировке Лейла потянула штангу весом в 130 кило. Все переплеснули позитивные эмоции именно от выступления наших мужчин. Они выступили очень достойно. Я болела за них и надеюсь, что на следующий год обязательно выступлю с ними. Новое мощное соревнование у наших атлетов буквально через несколько дней. Все сильнейшие выступят во всероссийском соревновании «Кубок сильнейших», который пройдет в Оренбурге. Владимир Рустомин, Максим Мартынов, «Антенна-7». На этом выпуск завершен. До встречи. Ликвидация верхней одежды. Финальные скидки на уходящие сезоны до 70%. Прямо сейчас. В магазинах торгового центра «Континент». «Росювелирторг» 18 лет. Решай сам, скидка или подарок. «Росювелирторг» неприлично выгодно. Алло, Галочка, ты не поверишь. Потрясающая новость. Омские кабельные цены заморозили. Какие цены? Летние цены на интернет и ТВ. Подключай, пока не растаяли. 66-00. Субтитры создавал DimaTorzok